Всем привет! У нас сегодня обзор японского автомобиля, праворукового. Тут больше внимания опять заслуживает сам автомобиль, чем аудиосистема. Куча всяких кнопочек, функций, фишек. В инстаграмах сейчас, как маленькие дети, лазили по машине, игрались. Вот сейчас, если купите, правда, Land Cruiser 200, я говорю, там не будет столько наворотов. Машина семейная, очень удобная, и человек захотел музыку качественную и громкую. Ну, без фанатизма, всю дверь не залепливали динамиками. Тут качественно трехполоска стоит, можно слушать громко, но в меру. Опять мы настроили с запасом, с хорошим. То есть, если вдруг даже захочет человек кого-то удивить, систему можно развертеть еще процентов на 30, и она будет играть громче. К машине вернемся позже, сейчас расскажем об аудиосистеме. Начнем с того, что ближе к нам, с багажника. В багажнике у нас расположились два Pride AB серии 12-дюймовых. Коробку рассчитывал Артем. И, несмотря на большой салон, тут просто шикарно играет бас. Очень, очень удивил. Для вот этих бюджетных сабов и для усилителя, который тут стоит, кстати, тоже Pride 1.2K, сабвуферы играют очень громко, плотно. Бас достаточно глубокий. Настройка, опять же, не сильно низкая. То есть, очень универсальная. Можно слушать разные жанры. На пищалке у нас расположился MacAudio. И вот этот SPL Gorilla, маленький, но мощный четырехканальник, у нас питает ментбасы и среднечастотники. Опять не обошлось без фильтров, к сожалению. Но зато наводок в системе нет. И никаких посторонних шумов, репения, рычания, всего остального. Теперь посмотрим, что в дверях. Твиттеры все больше и больше мы используем, и людям нравятся. И вот, действительно, очень удачное решение было. Копия или, я не знаю, как сказать, доработанные BNC, которые получились не хуже BNC, но в три раза дешевле. Это Т-34 твиттеры рупорные. На среднечастотник у нас используется NM6 4-хомный, нового образца. И Kings Audio, новинка. Прислал лично Гриша нам, неодимовый. Мне очень понравилось, как играют. Я не знаю, то же самое, что это Neo Pro или нет. Может, оформление сыграло роль. Но мы сейчас вот их настраивали. Мне нравятся, как эти ментбасы играют. Я не знаю, отличаются они от Neo Pro. У меня с Neo Pro был всегда очень хреновый опыт. Они у нас два раза горели. Вот мы ставили клиента. Настроить мне было их очень сложно. Возможно, это было из-за оформления какого-то. Ну, вот в этой машине они вписались отлично. И трешка играет очень сбалансированно. У нас здесь не вырывается ни середина вперед, не гудит мидбас. Ну, все очень здорово. Хотя это все играет в объем двери. Никаких объемов у нас нет. Магнитолу спрятали в отделении для заводского CD-ченджера. И теперь это место используется гораздо более рационально. Раньше его нужно было открывать только, чтобы поменять диски. Теперь у нас здесь управление аудиосистемой и бардачок дополнительный. Бардачок в этой машине просто немерено, но мы к этому вернемся позже. Здесь у нас лежит провод DAX для подключения AUX. Магнитола у нас поддерживает Bluetooth, диски, USB. По-моему, все, что можно поддерживать, это магнитола поддерживает. Это 195 Alpine. Не устаю повторять. В принципе, сейчас два всего устройства есть на рынке, которые можно установить. Процессорных. Это Alpine 195 и Pioneer 80. Pioneer дороже чуть-чуть. В Alpine были косяки с фильтрами, но их вроде поправили. Этот у нас еще старого образца с фильтрами второго порядка. 12 децибел на октаву. Осталось посмотреть, что у нас под капотом. Тигран, как он открывается здесь? Здесь открывается? Ну-ка. Под капотом у нас EXIDE M1000, предохранитель. Нормально закреплен, Тигран, по правилам ему. Про дублированные провода с генератора. Очень-очень удобно расположен генератор. Прям шикарная мечта из PL-щика. Вот смотрите, вот он в открытом доступе. Проводка, змея кожа, заделка, все как обычно. Проход через кузов, через штатную гофру, да? Без каких-то дополнительных заморочек. По аудиосистеме у нас все. Нам ее остается только включить, но только после того, как я вам расскажу про этот чудо-автомобиль. Действительно, есть на что посмотреть. Начнем мы с того, что он разговаривает человеческим голосом. Это не заводская фишка. А где ключ? Ключ нам здесь не нужен. Ну, вернее, он должен быть у нас, но вставлять его никуда не нужно. Это 2004 год. Третий, да? У нас до сих пор ничего подобного в России не производят. И в Европе, в принципе, производят такое количество опций только вот за очень большие деньги. Я не знаю, сколько эта машина стоила новая. Я думаю, что если бы сейчас был аналог вот такого автомобиля, со всеми этими функциями, ну, ему цена была минимум два с половиной миллиона рублей. Минимум. Я думаю, что они начинались бы отсюда. Итак, мы заводим машину и... Оно здоровается с нами человеческим голосом, но это компьютер, который установлен дополнительно. Двух с половиной... Двух с половиной литровый четырехцилиндровый мотор здесь стоит. Такой же, как на... На каких машинах? На Тиана, на Экстреле. Да, это... Ошибки системы. Код ошибки 1614. Вот код ошибки, она нам говорит. Какая-то ошибка у нас есть в системе. Так, с чего начать? Во-первых, вернемся еще к аудиосистеме. Не все рассказал. Тигран поставил интерфейс для управления... Для вывода управления с магнитолой на руль. И мы... Вот покажи магнитолу. Можем с... С руля управлять громкостью. И не только громкостью. Также мы можем переключать источник сигнала. Радио, диск, USB, Bluetooth и... И менять треки. И переключать треки. Так, наводок, шумов нет и это здорово. Здесь у нас все на электрике, все на электрике. Во-первых, мы можем с водительского сидения открыть дверь. Вот. Тут, я не знаю, моторчиков стоит... Ну, тут... Больше, чем, наверное, пять автомобилей взять каких-нибудь бизнес-класса сейчас. В моторчиках здесь очень много всего. Мы можем также заднее сидение сложить отсюда. Вот, смотрите. Если там сидит человек, мы уже проверили, никакой страховки нет. Его катапультируют в лобовое стекло. Мы только что Тиграна запустили. Его на... У нас на переднее сидение перебросило с заднего. У нас зеркала складные. Это все понятно. Но в зеркалах еще в левом зеркале стоит камера. Здесь у нас есть кнопка, которую, если мы нажмем, вот слепая зона слева. Очень удобно для обгона. Ну, что-то она моргает. Там что-то неисправно. Вот. Эта камера находится в левом зеркале. Можно обгонять, можно парковаться. Очень удобно. Также у нас есть камера заднего хода, заднего вида. Я никак не могу понять. Вот она не моргает, она работает прекрасно. Здесь у нас пульт управления, как в космическом корабле. Можно, ну, до хрена всего. В основном это управление климатом и еще какие-то вот тут иероглифы. Я не знаю что. Вот это, судя по флагу, можно нажать и проходить трек, да. Ну, тут навигация у нас есть. Вот смотри, мы в Японии, кстати. А навигация не работает в России? Такой патриотический автомобиль, где бы он ни находился, он всегда показывает вам Японию. И, в принципе, это бесполезная вещь. Запаситесь терпением. У нас это займет около трех часов. Я буду показывать бардачки. Давайте начнем вот с этого, где у нас должна быть приборка. Я не знаю, насколько удобно, что там приборка. Вот мне очень непривычно. Здесь приборки нет. Здесь есть бардачок один. Так, здесь стандартный. Здесь у нас было управление CD-ченджером. Подстаканники. Пепельница. Еще бардачок. Здесь отделение для мелочей, для мобильников, которые можно убрать. Бардачок под сиденьем для тряпочек. Бардачок под рулем. Еще бардачок. И, конечно, можно на парприз вот сюда положить много всего. Короче, я не думаю, что у вас есть столько вещей, сколько вы можете положить в этом автомобиле. Это все только для водителя. Мы теперь переходим к пассажирам и тут у нас все еще круче. У нас здесь, во-первых, ну, во-первых, надо сказать, что выходить, заходить очень удобно в машину. Я не знаю, ну, нету вот этого, там, как в седанах ты вылазишь, как в джипах тебе надо прыгать. Тут вот именно ты просто выходишь из машины без какого-либо дискомфорта. Дискомфорта ноль. То же самое с задними пассажирами. Здесь очень много места. Ну, как в бизнес-классе, даже чуть больше. Почти как в представительском. У нас здесь есть климат полнофункциональный. Ну, то есть мы можем его включить-выключить, поменять скорость потока. Очень сильно дует. Мы сейчас проверили. Сдувает. Ну, то есть здесь сидеть суперкомфортно. Сидения не только складываются, раскладываются, но и сдвигаются ближе друг к другу, чтобы с той стороны было удобнее пройти к заднему ряду. Здесь у нас вот так открывается еще. Есть подсветка. Есть какие-то вот, я не знаю, что. Здесь еще отделение. Не знаю, тут навигация, но можно перевозить наркотики. На место она ставится. Ну, проще, чем в бэхе. Вот в тройке, там, в пятерке справа. Вот эту хрень ее там на место поставить надо обладать навыками какими-то. Вот. Крючочки, ремни. Ну, вот в машине очень много всего. Вот и посмотри, покажи задний ряд. Там и бардачки. И да. Ну, было бы странно, если бы там не было бардачков. Подстаканники, аудиосистема штатная. Вот мы видим сетки там стояло. Ну, тоже достаточно комфортный ряд сидений. Если мы вытащим сабвуфер, мы также можем им пользоваться, да? Ничего, сейчас сабвуфер здесь оставить. Может, можно, в принципе, даже если сдвинуть его, да? Нет, то я ставишь. А так не ляжет? Да ляжет уже так. Ну, просто покажи, что сиденье там есть. Не получится. Ну, я понял, да. Сиденье не вкладывается. А, вот в принципе. Или давай перевернем его. Да его вот так ставишь ровно и все. Так, сейчас я попробую сделать это самостоятельно. Мы его поставим вот так. Садний ряд сидений, чтобы к нему зайти, даже открывать не надо. Тут он на автомате. Вот это сиденье у нас сдвигается в салон. И у нас здесь достаточно просторный проход. Сейчас я попробую. Вот, и сидеть можно еще сзади. Я не знаю, как его закрыть. Так, вот в таком положении могут ездить пассажиры на третьем ряду. Очень удобно. Чтобы выйти, надо вот это кольцо дернуть за ВДВ. Вот. И выходим. Выходить можно. Тоже удобно. Даже с третьего ряда удобно выходить. Я вот не говорю про вот эти места. Вот о чем я говорю. Посадка, высадка. Вот этот автомобиль, она очень удобная. Очень хорошо, наверное, в этом автомобиле путешествовать на дальней дистанции. Закрывается она тоже автоматом, да? И стоят доводчики. Ко всем плюсам этого автомобиля добавляется еще один немаловажный плюс. Здесь небольшой налог при 2,5-литровом моторе. Здесь 160 лошадиных сил, по-моему. Машина тяговитая. Бывает с полным приводом. Эта версия у нас с передним приводом. Куча всяких переключений коробки. Там снег, не снег, спорт, овердрайв. Все это есть. Вот. Один огромный минус. Вы не купите уже этот автомобиль. Наверняка есть какие-то более современные версии. Но я не думаю, что вы можете себе их позволить. И не уверен, что они в России продаются. По-моему, такие тачки можно было. Это чисто японец. И, к сожалению, до Европы, до Америки такие машины доезжают только в бэушном виде. Но новых не производят. Тачка очень, как сказать, она многофункциональная. Она очень практичная. Она очень экономичная. Она просторная. И достаточно хорошо выглядит. То есть вот сейчас, я не знаю, вот этот дизайн, он ничего лучше не придумали. Если сейчас посмотреть на X-Trail, ничего там круче не будет. Он даже по погане выглядит. Тут очень строгий дизайн. Очень в тему вот эти вот фонари. Они притемненные так с завода, да, их никто не притемнел. Ну и спереди такой достаточно строгий. Я бы сказал, злобный даже такой взгляд. Ну, кайфово. А что-то среднее между Тианой, Тиидой. Ну, Ниссан. Не знаю, все Ниссаны похожи на все Ниссаны. Кроме Скайлайна. Скайлайн не похож ни на кого. Я не знаю, как она ломается. Хозяин вряд ли признается. Потому что японские автомобили, когда вы спрашиваете у тех, кто владеет японским автомобилем, они вам, знаете, что скажут? Они вам скажут, она вообще не ломается. Я, в принципе, некоторым даже верю. У меня был Скай, он вообще не ломался. Вот, я протрахался с электронной задней подвеской чуть-чуть. У меня надо было поменять задние амортизаторы, одну ступицу. Ну, в принципе, полгода машина отъездила и никакого головняка не было. Все это было сделано при покупке. Вот, поэтому. Япония все-таки, это Япония, это очень круто. Но я бы все равно купил немца. Поэтому не подъебывайте меня за это. Как говорят в BMW-сервисах, BMW отличная машина. Если бы не было BMW, у нас бы не было столько работы. Ладно, что, у нас остается только включить автомобиль. Сейчас мы его включим. К сожалению, микрофон мой дома. Но мы сделаем не очень громко и поснимаем на встроенный микрофон камеры. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Знаешь, что они мне прислали? Мы не оказываем рекламные услуги. По-русски умеешь разговаривать? Ага, с БПА нам снимались там. В каждой серии у них то чипсы они какие-то едят там, то заказывают суши из какого-то ресторана. Да не оказывают они рекламные. Плюсом, ко всем плюсом этого автомобиля является... Чё ж жрёшь? Тебе что, дома кушать не дают?